Ну что, доели новогодние салатики? Пора возвращаться с новыми видео, а именно аналитикой цен. Пока я делал для вас обзор на Realme 10 Pro Plus, вышло две презентации на Redmi K60 линейку и OnePlus 11, о котором мне есть что сказать. Если одни выпускают годные девайсы, ежегодно эволюционируя и даруя нам крутые смартфоны среднего класса, то другие попросту топчутся на месте, пытаясь найти своё место в море конкурентов. И давайте разберёмся, вышло ли у Redmi и OnePlus сделать годноту. И давайте начнём с OnePlus 11. И на самом деле, изначально я хотел разнести к хренам этот смартфон, потому что сравнивая с прошлыми OnePlus 9 Pro, с OnePlus 10 Pro, он смотрелся вообще мрачно. Но на самом деле это делать совершенно некорректно, потому что это OnePlus 11, не Pro. Поэтому нужно сравнивать с обычными номерными моделями, а она была последняя OnePlus 9 линейки. Так что будем смотреть на OnePlus 11 как самобытный девайс. И этот смартфон получил как флагманские фишки, так и урезания, характерные для средняка. Начнём с внешнего вида. Материалы корпуса хорошие. Матовое или глянцевое стекло задней крышки, в зависимости от цвета, и алюминиевая боковая рамка, которая как бы сливается с блоком камеры. Но, честно говоря, дизайн задника мне не очень понравился. Он смахивает на Vivo X90, только не так красиво сделан. Но главное, нужно похвалить OnePlus. Они прислушались к критике и убрали пластиковую боковую рамку, а также добавили триггер переключения режимов. За что XT получил огромный хейт. После внешнего вида нам сразу же начали рассказывать о железе. И да, тут комар носа не подточит. Snapdragon 8 Gen 2. Крутое супер-пупер охлаждение, что должно обеспечить беспрецедентную плавность работы и игровую производительность. А поможет процессу раскрыть потенциал память LPDDR5X и UFS 4.0. А главное, чем будет крит конкурентом OnePlus, это минималка, которая начинается с 12 гиг оперативки и 256 гигов накопителя. И это видео это не только разбор презентации OnePlus и Xiaomi, а еще и аналитика цен. Поэтому давайте разберемся, какие лучшие предложения были на этой неделе. Из самого вкусного, что продавалось, это Xiaomi Band 7 Pro. Почти смарт-часы с GPS за 50 баксов. А аудиофилы точно заценят Fio FW5. Это не дешевый ТВС, но с очень скрупулезным подходом к качеству звука. За 140 баксов. Ссылки оставлю в описании. И возвращаемся к OnePlus 11. И на очереди у нас экран. Это 3K OLED матрица с адаптивной частотой от 1 до 120 Гц. Да, это LTPO 3.0. Но по ТХ не сильно впечатляет, ведь максимальная яркость составляет 1300 нит. Тогда как конкуренты предлагают уже более 1500. Что будет заметно на ярком солнце. О частоте PWZ димминге ничего не сказали. Значит стандартные 480 Гц. То есть шим будут ощущать люди чувствительные к нему. Но вот система камер стала куда интереснее, чем в прошлом OnePlus 10T. Основа это Sony IMX 890. Хотя по факту это лишь чутка прокачанный Sony IMX 766. Но все же Sony не просто так дали ему новое имя. Расширился динамический диапазон. Оптимизировали работу в 12,5 мегапиксельном режиме. Обновление норм. Ширик старенький Sony IMX 581 на 48 мегапикселей. С фокусным расстоянием 2,5 мм. И автофокусом. Можно делать крутые макрофото. И в теории качество при недостаточном освещении на ширик должно быть годным. Даже телевик сюда впихнули на 32 мегапикселя. Но это сенсор с фронталки Oppo Reno. IMX 709. В целом неплохой сенсор, но оптическое приближение здесь двухкратное. То есть он подойдет лишь для портреток. По остальным фишкам в OnePlus похвастались крутым супер-пупер большим вибромоторчиком. 100-ваттной быстрой зарядкой и батарейкой в 5000 мАч. Ну а на сайте удалось вычитать о наличии Bluetooth 5.3. Но там я нашел еще пару интересных нюансов. Фронталка у нас на 16 мегапикселей. Прямо с OnePlus 3T. Никакой IP защиты здесь нет. Беспроводной зарядки тоже нет. И главное разочарование для меня это USB 2.0. Никакого 3.1, который был в OnePlus 10 Pro. Так что это ухудшение OnePlus. Особенно на фоне конкурентов он смотрится как-то так среднечково. Ведь в то же время за 480 баксов Moto предлагает X40 с IP68. Беспроводом еще с тем же железом. Плюс-минус за те же деньги, что и OnePlus можно взять Xiaomi 13. Уверен еще и другие производители подтянутся. Такие как Realme. Но OnePlus пока смотрится просто норм. Без чего-то супер сверхъестественного. Особенно за его цену в 580 баксов. А как вам новинка? Напишите в комментариях. И перед тем, как мы перейдем к Redmi K60 линейке. Давайте продолжим обсуждать лучшие скидки недели с нашей группой Telegram. Там продавался Realme C33. Интересный бюджетник, на который я делал недавно обзор. Его можно купить за 125 долларов в модификации 4.64. Также можно приобрести Realme 10s с Dimensity 810 за 201 доллар. А необычную Nubia Z50 на Snapdragon 8 Gen 2 и странная основная камера с 35-мм фокусным расстоянием можно взять за 547 долларов. Заходите в описание и в нашу группу Telegram. Там много чего интересного найдется. И вот Redmi K60 линейка. Их показали сразу три смартфона. И они на самом деле очень интересны. Потому что один из них выйдет на глобалку практически в неизменном виде. Итак, что же нам показали? Redmi K60e, Redmi K60 и K60 Pro. Давайте с прошки и начнем. Внешне, вот честно, не очень круто выглядит смарт. Есть версия с кожей, но это пластиковый задник. Лучше брать обычные расцветки со стеклом. Боковая рамка это пластик, что тоже не очень гуд. Но основной здесь акцент сделан на железо. Snapdragon 8 Gen 2, UFS 4.0, но только в модификациях от 256 гигов. Оперативка это LPDDR5X. Но, что здесь интересно, это экран. Ибо сюда установили 2К OLED-матрицу с частотой обновления 120 Гц. Это не LTPO, но матрица хороша. PWZ Dimming их составляет 1920 Гц. 12-битная передача цвета. Все навороты по улучшению изображения. Разве что максимальная яркость для 2023 года средненькая. 1400 нит. А так все гуд. И, к слову, этот же экран установлен и в обычном Redmi K60. И, на самом деле, с Redmi K60 много чего схожего. Это наличие беспроводной зарядки на 30 Вт. Разве что отличается батарея и быстрая зарядка. 67 Вт и 5500 мАч у K60. А у Pro 5000 мАч и 120-ваттная быстрая зарядка. Внешне, кстати, они тоже практически идентичны. А отличаются камерами. Video K60 Pro Sony IMX800. Это сенсор с размером 1 к 1,49 дюйма. И 54 мегапикселями. Но эффективная площадь, как и у IMX 766, составляет 1 к 1,54 дюйма и 50 мегапикселей. Так что сенсор особо от старика не отличается. Аптостаб здесь присутствует. Ширик есть, но он на 8 мегапикселей. А телевика и вовсе нет. У K60 по камерам схожи. Такой же 8 мегапиксельный ширик, такой же макромодуль. Вау-вау-вау, супер круто. Но основа отличается. Это 64 мегапиксельный сенсор, но с размером 1 к 2 дюйма. То есть это совсем небольшой сенсор с маленьким размером пикселя. Но аптостаб здесь есть. И в целом по железу, кроме того, что уже перечислил, K60 отличается процом. Snapdragon 8 Plus Gen 1, LPDDR5 и UFS 3.1. Обычный набор, как для флагмана конца 2022 года. Но главная особенность K60, по слухам, именно он должен стать глобальным Poco F5. Ух, если так, то будет очень интересно. И, кстати, Redmi K60 уже продается на Алишке и в нашей группе Telegram со скидками по цене 425 долларов. А младшая модель Redmi K60E за 376 баксов. Так что же получите за эти деньги? Dimensity 8200. Новый 4-нанометровый субфлагманский чип, который имеет одно жирное ядро Cortex-A78. С частотой 3.1 ГГц, от 3 ядра Cortex-A78 с частотой до 3 ГГц. И 4 энергоэффективных, просто реально хорош. Экран здесь 2К-матрица, но уже попроще, без крутого высокочастотного PWZ-димминга. И с максимальной яркостью 1200 нит. Беспроводной зарядки здесь тоже нет. Батарейку здесь установили на 5500 мАч, а по камерам он схож с старшими моделями во всем, кроме основного сенсора. Это 48-мегапиксельный модуль, но тоже с автостаном. Но главное во всем этом царстве Xiaomi – цены завода. За минималку Redmi K60E просят 320 баксов. За Redmi K60 – 363. А K60 Pro стартует от 465. Но учтите, что в версии 128 гигов вы получите лишь UFS 3.1. Да, в Redmi K60 Pro есть свои косяки. Основные – это пластиковая рамка и отсутствие хоть какой-то IP-защиты. Но в целом-то как вам новинки? Как вам OnePlus 11? Напишите в комментариях. Ну и конечно же подписывайтесь на канал, потому что дальше вас ждет много интересного. В частности, обзор на Realme 10 Pro Plus, которым я пользуюсь уже 2 недели. Так что ставьте лайк и пока.